Направление поп-арт – это симбиоз иронии, социальной злободневности и игры мысли. Благодаря музею Poco, который находится по адресу Rottermani 2, жители и гости столицы могут ознакомиться с классикой поп-арта, но здесь любят периодически удивлять чем-то новым. Так, например, в середине октября прошлого года была открыта выставка, заслуживающая особого внимания, ведь представлена она не в виде картины или инсталляции, а на уникальном экране гигантских размеров. Теперь же музей расширяет свое пространство благодаря созданию лаборатории Poco Lab, которая предназначена для более детального ознакомления с работами, выполненными искусственным интеллектом. И что примечательно, инсталляции будут меняться каждую неделю. У нас на каждую неделю будет своя развивающая программа. На этой неделе она посвящена природе, как с точки зрения человека, так и искусственного интеллекта. С одной стороны, это природа, которую сняли при помощи камеры, а с другой стороны, это синтетическая природа в понимании машины. И вот их симбиоз и то, что оказывается между ними, это самое интересное. Как считает Линнер Вейк, сейчас наступила новая эпоха, которую, возможно, лучше всего характеризуют слова некоторых авторов работ, в которой для создания искусства важны не столько ваши ручные и технические навыки, сколько ваша способность вести беседу, то есть искусство рождается в со-творчестве с искусственным интеллектом, а непосредственно само со-творчество происходит уже через беседу. И это все уже выливается в те инсталляции, которые можно увидеть в музее. В основном фокусе здесь не только знакомство с экспозициями, но также и обучение. Пришедшие сюда школьники могут более детально ознакомиться с тем, как же работает искусственный интеллект и что он может сделать. Это примерно то же самое, как 30 лет назад, когда мы только начали более детально понимать, на что способен интернет и что можно сотворить при помощи него. Искусство меняется вместе с поколениями людей. Оно принимает формы, которые отражают мировоззрение человечества на данный момент. И те полотна, которые созданы 100, 200 или больше лет назад, сейчас, благодаря технологиям, становятся более осязаемыми за счет пространства. Это можно было заметить на работающей несколько лет подряд выставке от Климта Дамоне, где в одной комнате, благодаря технологиям, картины «Живали» увеличивались в размерах. Искусственный интеллект старается показать нам, как он видит этот мир, а соглашаться с его мнением или нет – это личное дело каждого. Хотя для начала неплохо было бы и посмотреть на его навыки, чтобы составить свое окончательное мнение. Сергей Овченков, Лиза Тупец, Яна Каракач, Новости Таллина.